МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С именем Валерия Графера связана целая эпоха в нефтяной отрасли страны. О трудовой деятельности написано столько, что все публикации могут сложиться в многотомные издания. Лидер – первопроходец, лауреат ряда высоких государственных и ведомственных наград, автор десятков печатных работ и изобретений. Валерию Исаковичу Граферу исполнилось 90 лет. Я работал по инструкциям им утвержденными, по различного рода регламентам. Я продолжал его дело, поскольку тоже был всю жизнь инженером. В Сибири я знал его уже гораздо ближе, потому что я был начальником НГДУ. Конечно, вот это его неуемная жажда к новому, ко всякого рода изобретениям. Он и сейчас неугомонный. Человек, он очень терпеливый, очень выдержанный и очень, я бы сказал, человеколюбивый. Это кроме того, что он действительно великий нефтяник, великий специалист. Это гордость, что он мой современный. Для меня он, конечно, и учитель, и наставник. С ним общаешься, получаешь просто удовольствие. И как общение с руководителем, и как общение с большим человеком, великолепным собеседником, юмористом, анекдотчиком. Гордимся, что у нас такой есть руководитель. Семейные реликвии, многочисленные документы и награды, фотографии, фильмы. Во всем этом отчетливо прослеживается профессиональный путь Валерия Грайфера. Начинал в 50-х годах прошлого столетия на промыслах татарии. В середине 80-х возглавил глав Тюменнефтегаз в ранге заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Он разработал способ, который называется, деэмульсификация, то есть отделение эмульсии от нефтепродуктов. Его технологии, его разработки в современной промышленности. И без его трудов, кто был бы следующий, и когда это было бы, непонятно. Возможно, до сих пор были бы в каменном веке. Ему удалось стабилизировать добычу нефти на сибирских просторах. При нем ежегодно вводили в эксплуатацию по 25 новых месторождений. Нефтяники Западной Сибири вышли на рекордный уровень добычи нефти – свыше 400 миллионов тонн. Активно развивалась социальная сфера. Было создано инновационное предприятие «Ритек». Валерий Исакович сегодня охотно делится опытом и знаниями, сотрудничает с крупнейшими нефтегазовыми вузами страны, участвует в различных мероприятиях с молодежью. Очень приятно, когда он участвует на наших конференциях. Он является председателем жюри у нас всегда на конкурсах. И задает самые каверзные, важные вопросы. Я знаю, что в регионах посвящение проходит, помазание нефти. Это ребята очень ценят. Для них очень важно, что именно Валерий Исакович провел эту церемонию. Очень здорово, когда человек такого масштаба, который столько сделал для отрасли, рад каждым новым сотрудникам, которые приходят в компанию. Это очень заряжает оптимизмом, желанием трудиться. Яркий пример профессионального мастерства, рационализаторского мышления, неиссякаемой энергии. Человек, ставший ориентиром для нового поколения нефтяников. На днях в рамках одного из важнейших бизнес-событий года 9-го Всероссийского форума по корпоративному управлению Валерий Грайфер был удостоен высокой профессиональной награды. Национальной премии «Директор года» в специальной номинации за многолетнюю профессиональную деятельность в Советах директоров. Я прежде всего хотел бы поблагодарить товарищей, соратников, людей, которые формировали направление деятельности. И результатами этой деятельности я бы в первую очередь назвал замечательный, могучий «Лукоил», который сегодня является гордостью и тех, кто работает в «Лукоиле», и всех представителей народного хозяйства, потому что есть и направление, это формирование людей, которые уже по-другому смотрят на мир. Для того, чтобы были новые успехи, были новые победы и замечательное развитие нашей Родины. Владимир Цепилкин, Анастасия Лебедева, Сергей Серегин. Программа «Регион Лукоила». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова